Приветствую вас, и проблема ваша в том, что вы мужчины, отношения у вас на расстоянии, и соответственно вы ревнуете. То есть, находясь на расстоянии, вы его ревнуете. Смотрите, вам ответил мой коллег, Игорь, который высказал вполне себе дельную мысль о том, что отношения на расстоянии не живут. То есть, это тупиковый вариант, абсолютно тупиковый. Если вы не планируете быть вместе, то вариант это тупиковый. Ради чего это все? Если же вы вместе все же быть планируете, ну если все же есть такие у вас планы, то соответственно ориентироваться мы на них, на эти планы. Просто потому что. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем идет речь. Просто потому что. Просто потому что. На эти планы нужно ориентироваться просто потому что. То есть, если вы хотите отношения сохранить со своим мужчиной, то соответственно нужно, чтобы вы, ну, ориентировались на то, что будет. Если же вариантов вообще нет никаких, если нет у вас никакой возможности быть вместе и в ближайшем будущем этой возможности не предвидится. То соответственно, ваше отношение это тупик. И вы просто будете страдать, просто будете переживать до тех пор, пока, соответственно, ну, пока вот это дело не дойдет до логичного своего конца. То есть, когда уже вы, вам просто физически и эмоционально не будет возможно быть вместе. То есть, либо вы его достанете так, что он не сможет с вами общаться вообще совсем. А, либо он вас достанет и вы тоже не сможете общаться с ним совсем никак. Да? Вот. Это первое. Но это не корень проблем, на самом деле. Вот здесь я с коллегой своим не согласен. То есть, это не корень проблемы. Корень проблемы, на мой взгляд, в другом. В том, что, во-первых, вы не уверены в себе. Во-вторых, вы по своим личностным причинам. Боитесь потерять человека, боитесь потерять его, ну, как бы, в своей жизни. То, что вы боитесь потерять человека, то, что вы боитесь потерять его в своей жизни, это проблема именно ваша, только ваша, чисто ваша. И больше ничья. То есть, это именно, именно только ваша проблема, что вы боитесь его потерять. То есть, для вас ревность, это означает, что вы боитесь, а, что он уйдет, еще не из вашей жизни и вы потеряете, например, определенный личностный смысл. То есть, получается, что личностный смысл у вас связан именно с человеком. Не с вами конкретно, а именно только с человеком. Это, как бы, очень тревожный знак, потому что, получается, что, помимо этого человека, вам, ну, вроде как, вроде как, да, больше ничего не нужно. Для вас это самое главное. А как же ваши, эээ, как же ваши цели, как же ваши желания, как же ваши собственные какие-то, вот, векторы развития, почему, почему вы об этом не забываете, что заставляет вас забывать. Короче, что придает такое большое значение этому молодому человеку для вас в вашей жизни? Это явно не любовь, не любовь, это чувство собственничества, а чувство собственничества, оно, в свою очередь, обусловлено рядом причин. То есть, если у человека есть чувство собственничества, то это обращает личные потребности и позиция по сути дела детства. То есть, ревность, это постоянные обиды, постоянно, соответственно, накопление негатива, это из-за того, что, эээ, с одной, с одной стороны, с одной стороны, у вас нет возможности этот негатив правильно реализовывать. Реализуется он, реализуется он только через, через, вот, человека, с которым вы в отношениях. А, с другой стороны, его значение для вас, оно, как бы, приводит к сверхмотивации. К сверхмотивации, значит, к сверхмотивации быть с ним. К сверхмотивации, значит, необходимости быть именно с ним. Ну и, соответственно, это и есть самая главная, я бы сказал, проблема ваша, потому что у него мотивации меньше с вами быть, он более, как бы, взрослую позицию занимает в отношениях, а вы более детскую. И здесь надо подумать, почему у вас, эээ, вот, такая возникает ситуация, почему у вас возникает такая проблема, почему вы, эээ, ну вот, так реагируете на, эээ, эту ситуацию, с чем это связано, с чем это вызвано. Вот, я полагаю, что это, эээ, принципиальный момент, это принципиально важно, и, соответственно, эээ, если вы хотите от этого избавиться, то необходимо вам, в обязательности, в совершенно порядке, эээ, над этими всеми вещами думать. Сейчас, эээ, сейчас, эээ, сейчас, эээ, я вам рекомендую, ээээ, в любом случае, в любом случае, ээээ, значит, перестать, ээээ, его ревновать. И, ээээ, ну, определить для себя, ээээ, хотите ли вы реально быть с ним или нет, и, если хотите, то, соответственно, ээээ, ээээ, если хотите, то, что вы готовы, ээээ, для этого сделать, что вы готовы ради этого, эээээ, ради этого, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Это такой момент Далее Вы Очевидно Не уверены в себе Почему очевидно? Почему очевидно? Ну потому что Ревнует человек Который в себе не уверен Ревнует-то Тот, кто В себе сомневается Понимаете, да? Ревнует-то Тот, кто Как-то вот Испытывает проблемы Ему кажется, что вот Меня сейчас Предадут, вот меня сейчас Там, ну Как-то Не изменят, например Или там Что-то еще Сделают плохого Для меня Ну мне Вот Ну и собственно Вопрос К вам У меня Так ага Почему? Почему вы это так Вот принимаете Откуда-то не уверены в себе? Это Недоверие Кому? Кому? Это Недоверие Парню? Или это Недоверие Самой себе? Или это Или это Сомнение В себе В себе Ну Сомнение В самой себе У вас Знаете, да? Вот это вот Такие Тоже Очень Важные Моменты Это Такие Тоже Очень 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 Принципиальные Моменты Да Понимаете О чем Мне пречь Я надеюсь Ну и Соответственно Соответственно Об этом Даже стоит Подумать А вот Что еще? Давайте посмотрим Ну вы По сути Вы пишите Что Что-то Придумываю Переживаю Навесивые Мысли У меня Навесивые Мысли Это Невроз Ваше Желание Которые Вот У вас Есть Ваши Потребности Которые У вас Имеются Они Дают О себе Знать Они Никак Не Связаны С Этим Молодым Человеком Они Никак Не Связаны Мужчины Это Ваши Наши Наши Потребности Вот Вопрос Немножечко Вдругом Вопрос В том На самом деле Ага Почему Вы Почему Вы Вы Согласились На эти отношения Почему Вы Согласились На отношения На расстоянии Вот Это Пожалуй Самый Главный Момент Если Мы Хотим Понять Что Вообще С вами Происходит Вот Так Я думаю Можно Вам Ответить На ваш Вопрос Собственно Вы Сами Никакого Вопроса Не Задаете Но Если Вы Говорите Что Проблема В Вас То Соответственно И решать Ее надо С вами Верно С Молодым Человеком Что Считать Он Ведь Как Вы Понимаете Что Он Он Ведь Прав Да Как Вы Понимаете Он Ведь Адекватно Он Воспринимает Что Он Верно Все Понимает Правильно Так Сказать Правильно Вот Ну И Соответственно Если Вы Понимаете Отдаете Себя Счет То Что Проблема В Вас Ну Значит 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 Нужно Работать Именно С вами Опять Таки Нужно Работать С вами Да Вот так Пока Что Пока Что Вот Пока Исходя Из Того Что Вы Написали Я Могу Вам Рекомендовать Только В обязательном Порядке Каждый раз Когда Вам Хочется Значит Младого Человека Своего Ревновать Каждый раз Каждый раз Вам Хочется Это Делать Я Рекомендую Вам Значит Что Я Рекомендую Вам Пересиливать Себя И Реагировать Позитивно Вот Я Рекомендую Вам Реагировать Позитивно Почему Почему Так Потому Что Если Вы Не Будете Позитивно Реагировать То Молодой Человек Отказ Просто Напросто Уйдет Ну Ему Не понравится Что Вы Постоянно Его Ревнуете Это Никому Не понравится Знаете Когда Вы Его Ревнуете Вы Постоянно Как Б Говорите Как Б Намекаете Ему Да Вы Как Б Намекаете Намекаете Ему На То Что Он Действительно Может Это Сделать Что Он Действительно Может Вам Изменить Смотрите Ну 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 И Соответственно Так Как Бы Мысли Его Крутятся Вокруг Этого Мысли Его Строятся Вокруг Этого Вокруг Данного Момента И Естественно Он Действительно Может Вам Изменить В Уличной И Вы Не Представьте Об этом И Говаривайте Вот Поэтому Сейчас Вы Пронформируете Вот Свои Переживания Свои Свою Реакцию Сформируйте Ее Как Значит На Позитив Ну Постарайтесь Сформируйте С себя На Позитив Вот И Обременно Работайте С собой На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если У Вас Остались Какие Дополнительные Вопросы Пишите В личку Буду Рад Помочь Вам Если Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи Доброго